Аэробус Ил-86 является представителем авиалайнеров третьего поколения. Он оснащен турбовентиляторными двигателями с повышенными ресурсом и надежностью. Имеет мощную и высокоэффективную механизацию крыла. Современные средства автоматизации управления полетом и навигацией с использованием бортовой ЦВМ. Это позволяет выполнять полет экипажу из трех человек. Взаимодействие в экипаже должно быть безукоризненно четким. Особенно это важно при взлете и посадке, когда проявляются некоторые особенности аэробуса. Прежде всего его масса, достигающая в пределе 210 тонн, что требует от экипажа точного расчета и строгого выдерживания инструктивных скоростей. Другая особенность аэробуса – выпуск механизации крыла за три приема. Это увеличивает количество операций по балансировке самолета и управлению скоростью. Еще одна особенность аэробуса – его геометрические параметры и расположение основных опор шасси, что требует определенного ограничения угла тангажа при взлете и приземлении самолета. Рассмотрим подробно работу экипажа Ил-86 при взлете и посадке. ВСУ отключена, створка закрыта. Высотомеры РВ, давление 754, высота 0. ВСУ отключен. Механизация, механизация 25-25. Подтверждаем. Спойлеры, тормозные щитки убраны. Убраны. При предполетной подготовке экипаж рассчитал для взлетной массы в 195 тонн следующее значение. Скорости на рубеже принятия решения. Скорости при подъеме передней стойки. Безопасной скорости взлета. Взлетные дистанции. А также с учетом центровки угла установки стабилизатора. Контроль по карте. Готовность к взлету. Готов. Курс 247 готов. Назовы предали и готов. Карта выполнена. Шереметьев старт 86003. Разрешите взлет. 86003. Взлет разрешаем. Двигатели на взлетном. Двигатели на взлетном. Взлетаем. Рубеж 250. Скорость растет. 180. 200. 220. 240. В рубеж. Взлетаем. Подъем. Безопасная. А все убрать? Убираю. Посмотрим взлет еще раз. 220. 240. Рубеж. Взлетаем. Подъем. Безопасная. В момент предшествующей отрыву значение угла тангажа было около 9 градусов. Если угол будет больше, возможно касание полосы хвостовой пятой. Запомните, это может произойти при значении угла тангажа около 11 градусов. Шасси убрать. Шасси убрать. Посмотрим, какие действия экипажа обеспечивают машине нормальный угол тангажа. Шасси убраны. Обратите особое внимание на тем, в каком командир воздушного судна будет отклонять штурвал. 180. 200. 220. 240. Рубеж. Взлетаем. Подъем. Он сделал это примерно за 4 секунды. При таком темпе оптимальное значение угла тангажа устанавливается в соответствии с действующими аэродинамическими силами. Повторим еще раз. Рубеж. Взлетаем. Одна секунда. Вторая. Третья. Четвертая. Взлетаем. Итак, главное, начать подъем передней стойки не ранее достижения расчетной скорости и выполнять его примерно за 4 секунды. Шасси убраны. С нарастанием скорости возникает и растет давящее усилие на штурвал по продольному каналу. Это усилие следует снимать перестановкой стабилизатора. Такова последняя из наших конкретных рекомендаций для взлета. Механизация 15-25. Важнейшее общее условие нормального взлета – четкое взаимодействие в экипаже. Присмотритесь к нему. Механизация 15-25. Синхронно. Подтверждаю. Маскета 200. Нажимайте округ 86003. Взлет произъем. Курс на павельку. Занимайте 1500. Пересечение 1200. Доложите. Механизацию убрать. Механизация убрана. Синхронно. Двигатели на номинале. Питание автопилотов включено. Высота перехода. Портинженер к борту. Установить давление 760. Давление 760 установил. Высота 540. Взять управление. Взял управление. Давление 760 установил. Высота 580. На высотоверах 760 показания одинаковые. Занимайте округ 86003. Пересекает 1200. 86003. Вас понял. Занимайте 1500. Продолжение следует.